У нас на самом деле такая громкая тема, что я ей смущен. Скажу честно, потому что братья Стругацкие это фигура, я буду говорить о них в комплексе как о фигуре, это фигура в нашей фантастике не просто культовая, можно сказать фундаментальная фигура, которая ее собственно говоря советскую фантастику отдали и российскую сделала таковой какая она есть. Я к сожалению был знаком только с Борисом Натановичем, потому что Аркадий Натанович ушел из жизни еще до того как я стал вращаться в фантастической тусовке. С ним я знаком точно так же как большинство из вас, только по книгам. По книгам, по воспоминаниям, по рассказам друзей, которые общались с ним более плотно. Братья Стругацкие конечно прошли такой сложный путь, которым прошло огромное количество писателей фантастов, то наверное не только фантастов, как в нашей стране, так и по всему соцлагерю. У нас недавно был юбилей другого великого писателя, фантаста Станислава Лема, на мой взгляд это была фигура ну наверное такой же значимости для России, как ни странно для Советского Союза, как и Стругацкие. И я как-то даже с удивлением понял определенное сходство их творческих биографий, того как они смотрели на мир, как они писали. Если брать первые книги, то это такой совершенно наивный, может быть романтический, коммунистический, социалистический оптимизм. Ну Лема мы сейчас все-таки касаться не будем, он немножко за рамками, но у него это был роман, например, астронавты. У братьев Стругацких это конечно была книга «Страна багровых туч», книга, в которой встречалась замечательная фраза «Союз Советских Коммунистических Республик» и при этом был обозначен год действия, ну так завуалирована с точками, ну как 1900 какой-то. То есть еще в прошлом веке все должно было кардинально шагнуть к коммунизму. Это была самая первая книга Стругацких, которую я прочитал, прочитал в полном восторге, мне было 6 лет. Я тогда конечно мог воспринять только самую такую поверхностную линию. Сели в космический корабль, полетели, метеоритная атака, приземление, пустыня, какие-то загадочные монстры, которые там появляются в момент ядерного взрыва. Ну мне хватило и этого. После этого я заразился, заболел Стругацкими, я стал всюду искать их книги. И следующая книга, которую я нашел, она меня уже немножко удивила, потому что она была уже совсем другая. Это была книга «Трудно быть богом», где Стругацкий от этого своего такого восторженного и на мой взгляд вполне искреннего оптимизма по поводу того, к чему ведет жизнь, к чему придет Советский Союз, как будет развиваться мир, наука, они уже пришли к достаточно грустным размышлениям о природе человека, о природе социальных конфликтов. И в результате, хотя вроде бы мы видим тот же самый мир полудня, но мы видим его уже через изнанку другой планеты, через изнанку Арканара. И мы видим того, как попытки пробудить какие-то высшие чувства, порывы, стремления в людях ни к чему не приводят. И в итоге героический Дон Румата берется за меч и идет восстанавливать справедливость самым простым и древним способом, убивая врагов. Это был такой средний период Стругацких, когда они не расстались еще с надеждой на создание действительно социального, социалистического общества, на то, что будет прекрасный мир, где люди будут ценить работу, дружбу, любить, радоваться, летать в космос. Но уже такие сомнения у них по этому поводу появились. Я извиняюсь, если для кого-то из более старшего, например, поколения, я так сейчас скользю совершенно по верхам, говорю то, что им прекрасно известно, но здесь много молодежи, для которой все-таки Стругацкие, наверное, не столь изученные авторы. Вот этот конфликт у Стругацких начался, наверное, после того, как они написали веселый и радостный понедельник, где люди еще действительно жили только мечтой о творчестве, мечтой о работе, об открытиях, о дружбе. И вот после этого пошли уже серьезные вещи, где они начали понимать, что не всегда самые благие лозунги, благие пожелания приводят к чему-то хорошему. Появляется и попытка к бегству, где все уже в таком трагическом достаточно ключе идет. Появляется «Жук в муравейнике», появляются все те книги, где вот этот социалистический оптимизм «Мира полудня», он сталкивается, в общем-то, с реальными проблемами. То есть авторы выросли из своего раннего периода, они вошли в достаточно зрелый. И такую эволюцию, можно сейчас, конечно, приводить какие-то другие имена, но по большому счету такую эволюцию прошли практически все серьезные писатели тех времен. Начиная с каких-то вещей, которые мы сейчас можем назвать, ну, такими, бравурно-политически правильными, соответствующими тому моменту, они неизбежно утыкались в тот момент, когда их талант, их способности заставляли их смотреть на вещи более критично. Но наиболее любопытно то, что вот это первоначальное разочарование в строе, в государстве, в социалистической идее, оно в итоге привело Стругацких, на мой взгляд, к серьезному разочарованию в природе человека вообще. Опять же, можно приводить примеры других авторов и обнаружить, что вслед за мыслью у нас все будет хорошо, появлялась мысль, что-то у нас сейчас слишком многовато плохого, а далее возникала грустная мысль, а может быть, это неискоренимо, и люди всегда останутся не самыми благородными существами. То есть в какой-то момент мы видим, что в мире полудня тоже существует и своя, скажем так, тайные службы, спецслужбы и так далее. Можно упомянуть в этой связи произведения авторов, которые в дальнейшем работали над миром полудня, изучали и пытались его, ну, может быть, так сказать, вскрыть и показать какие-то потаенные механизмы, которые показаны не были. Как правило, у них действительно получается мир гораздо более жесткий, мир наполненный интригами, наполненный какими-то тайными операциями, и при этом, увы, гораздо более реалистичный. Вот последний такой, как это назвать, даже не зрелый, наверное, а уже пожилой период, когда Стругацкие писали такие вещи, как «Град обреченный», «Улитка на склоне», это, конечно, вещи достаточно грустные, достаточно печальные. То есть Стругацкие вышли из фантастики как таковой, ну, хотя Борис Натанович, в общем-то, отрицал вообще, что они пишут фантастику, по большому счету говорил, что мы пишем социальную литературу. Они действительно вошли в эту социальную литературу, имеющую фантастические элементы. Что тут, на мой взгляд, любопытно? Любопытно то, что, видимо, это неизбежная практически дорога, неизбежная эволюция, которую проходит любой серьезный писатель-фантаст, если он не пишет исключительно развлекательную литературу. Я не буду так называть даже каких-то конкретных имен, таких авторов много. Они есть и у нас, есть и за рубежом, то есть люди, которые честно развлекают. Если же писатель действительно начинает задумываться, то он в какой-то момент упирается в такой вот грустный философский тупик по поводу вообще природы человечества как такового. Тут уже вопрос не в социальном струе. Можно, конечно, говорить, что Стругацкие в поздних своих вещах обличали пороки СССР, пороки социализма. Но, с другой стороны, если сейчас внимательно их почитать, то мы обнаружим, что масса высказанного относится скорее, наверное, к современным Соединенным Штатам или к современному западному обществу. Это и та структура, например, Островной Империи, которая была описана, структура, в которой существует благополучный, прекрасный мир. Это, условно говоря, мир такого золотого миллиарда. А далее вокруг начинают наворачиваться защитные кольца из все более и более неприглядных обитателей. Ну или вспомним хищные вещи века. Это вещи, одна из самых, наверное, любимых у меня. Где показано общество такого торжествующего и победившего потребления. Общество, где, в общем-то, все прекрасно, все доступно. И даже попавший туда из коммунистического мира герой радостно начинает кидаться на книжные полки в магазинчике, потому что такого изобилия книг он не может себе представить, даже живя при своем коммунизме. Но вдруг оказывается, что там все это не нужно. Нужен только синтетический электронный наркотик, нужны какие-то самые простейшие, порой, садистские развлечения и так далее. И, собственно говоря, это, к сожалению, та картина того общества, к которому сейчас мир благополучно подходит, уже практически вплотную. Да, пожалуйста, все доступно, доступны любые книги, но при этом большинство людей просто не желает читать. Это слишком сложное развлечение, гораздо веселее заниматься чем-то другим. Вот, возможно ли преодолеть вот этот вот порог такой неприятный, порог эволюции творческой писателя, для меня в какой-то мере загадка. Потому что большинство серьезных авторов, которых я читал, рано или поздно к этому приходят. То есть они начинают все более печально и грустно смотреть на мир, может быть, это связано с возрастом, может быть, с мудростью, которая с возрастом приходит, и начинают все более горестно вздыхать по поводу того, как все плохо. Мне кажется, конечно, что подобный взгляд на мир надо преодолевать, но, в общем, примеров не так много людей, которые сохраняют оптимизм на всем своем творческом пути. Как правило, все-таки наступает то, что мы называем вот таким поздним периодом творчества, и то, что, скажем, у Стругацких пользуется гораздо меньшей популярностью сейчас, потому что вещи гораздо более печальные, гораздо более сложные. Если вы приведете мне пример автора, который действительно серьезен, велик, уровня Стругацких, Лема, Брэдбери и так далее, и при этом сохранил оптимизм к концу своего творчества, такой же, как и в начале, я буду рад. Я вот таких авторов, честно говоря, даже вспомнить не могу. Ефремов, ну, не знаю, ну, лезвие бритвы, в общем-то, наверное, еще несет в себе оптимизм. Вот, скажем, час быка, ну, вещь глубоко печальная, и, по сути, столкнувшись с чужой цивилизацией, наши коммунистические герои, но они, по сути-то, они проигрывают, в общем-то. Они не могут ничего противопоставить ни идеологии долгоживущих, ни короткоживущих, и они понимают, что здесь вся их коммунистическая мораль, она совершенно бессмысленна. Можно только вот так же, как Максим Камерер, взять и представив себе врагов в виде обезьян, начать их молотить по щам, объясняя торжество коммунизма с помощью простой грубой физической силы. Увы, мне кажется, Ефремов тоже не сохранил. Вот. То есть, вот это вот такая печальная ловушка, в которую, на мой взгляд, попадает любой серьезный автор. Это ловушка, в которую попали и Стругацкие. Ну, я надеюсь, что какой-то выход все-таки из нее есть. По крайней мере, тот, что с нами остаются и произведения их среднего периода, когда при всем скепсисе они все-таки сохраняли в себе оптимизм, достаточный для того, чтобы сказать, что на руках у героя не кровь, а только сок земляники. Давайте как-то включаться в дискуссию. Просто я могу, конечно, какое-то время так вот все рассказывать, но мне кажется, будет живее, если вы со мной поспорите или о чем-то поспрашиваете о Стругацких, о Фантастике, о чем угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!